Всем привет! С вами Андрей Деркач и это Детали. Проект настоящего времени, готовый объять необъятное. И при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. В смелых тонах ученые выяснили, одежда какого цвета привлекает комаров больше всего. Докатились вместе с экспертами, протестируем модель беспилотного автобуса. Движение мысли. В Сан-Диего создали новое поколение сенсоров для изучения головного мозга. А также лед и пламень. Расскажем, какому открытию исследователи из Вирджинии привели эксперименты с обычной водой. Оказывается, комарам вовсе не безразлична наша одежда. Однако их не интересует крой, качество ткани, геометрия элементов. Они не такие уж и заядлые любители моды. Ученые выяснили, что эти насекомые дают предпочтение определенным цветам. Андрей Цветков выяснял, в каких тонах лучше одеваться грядущим летом. Из-за повышающихся в мире температур продолжительность сезона комаров возросла, а значит и количество передаваемых ими заболеваний. Ученые из Университета штата Вашингтон провели исследование, в ходе которого выяснили, как комары находят нас, своих жертв. Дело оказалось в цвете, а вернее в длине волн света, который отражается от нашей кожи и попадает на органы зрения этих насекомых. Согласно полученным данным, комары активно реагируют на красный цвет, но происходит это лишь при определенном условии. Этот процесс сначала должно активировать обоняние. Как только обонятельные органы распознают углекислый газ, зрение комаров начинает работать, начинается поиск носителя. То есть они используют ряд различных сигналов. Углекислый газ от нашего дыхания и зрительные сигналы, исходящие от нашей кожи. И тепло тела, как сигнал для приземления и совершения укуса. Как известно, лишь самки комаров питаются кровью животных. Свои исследования ученые проводили на самках комара желтолихорадочного, того самого, что распространяет тропическую лихорадку, желтую лихорадку, вирус Зика и другие заболевания. Эксперимент проводился в аэротрубе для более точного регулирования потоков воздуха. Без обонятельных стимулов комары совершенно не реагировали на цветные точки на полу камеров, которые находились в независимости от маркера. Однако, как только впрыскивался углекислый газ, комары направлялись к точкам красного, оранжевого, черного и голубого цвета. При этом игнорировали синий, зеленый и фиолетовый. Ученые нашли несколько способов использования полученных знаний для предотвращения укусов насекомых. Исходя из наших наблюдений, все комары, научившиеся кусать людей, имеют одни и те же копии генов. Мы наблюдаем четкие следы селекции, связанных со зрительным восприятием, которые используются для обнаружения людей. Мы попробовали удалить или подавить эти гены в комарах. В результате, те привлекательные цвета, которые позволяли комарам различать нас, больше их не привлекали. Появился интерес к выпуске генетически модифицированных комаров в некоторые их дикие популяции. Как только генно-модифицированные комары вступят в контакт с дикими комарами, у части их потомства будет отсутствовать ген, позволяющий различать людей, а значит и передавать через укус болезни. Это лишь один из способов прекращения роста заболеваний в тех регионах, где наблюдается рост популяции комаров, связанных с климатическими изменениями. Но есть другие способы. Мы можем использовать привлекательные цвета, световые волны в наших ловушках. Благодаря этому возрастет наша возможность заниматься мониторингом этих насекомых, в особенности близ городов. В то же время обнаруженные нами непривлекательные цвета для комаров могут быть использованы в одежде, которую мы носим, или в отделке фасадов наших зданий. Комары не только доставляют дискомфорт, но и во многих случаях несут угрозу здоровью жизни людей. Знание того, как отреагируют популяции насекомых и экосистемы на неизбежные климатические изменения и какие риски это будет нести для нас, уже сегодня позволит нам подготовиться к вызовам будущего. Андрей Цветков, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». Швейцарцы доказали, что могут удачно сочетать традиции и инновации. На выставке в Париже они представили робота, который умело готовит фондю. На создание робота, а также на его программирование ушло почти 9 месяцев. Самым сложным было проектирование системы захвата. Бюбот, такое имя получила разработка, может самостоятельно очищать сыр от корочки и натирать его над кастрюлей. После этого он готовит фондю на специальной плитке, тщательно перемешивая ингредиенты. Правда, робот не полностью автономный. Его главный минус в том, что он не видит, когда фондю уже готово, и может мешать до бесконечности, пока оно не превратится в резину или не сгорит. Так что главное его вовремя остановить, и эта ответственность уже лежит на человеке. Другие новости недели далее в нашем дайджесте. Останки крупнейшего в мире птерозавра юрского периода обнаружены в Шотландии. По данным исследователей, останкам около 170 миллионов лет. Размах крыльев птерозавров составлял более 2,5 метров, а вес около 10 килограммов. Палеонтологи подчеркнули, что данный экземпляр, хоть и не самый крупный из известных науки птерозавров, однако он был очень большим для юрского периода. В большинстве своем представители этого вида были размером с чайку. Обитавшие на миллионы лет позже, в меловом периоде, птерозавры достигали гораздо больших размеров, имея размах крыльев до 11 метров. На планете растет количество лесных пожаров и риск их возникновения. По данным нового отчета программы ООН по окружающей среде, увеличение числа пожаров наблюдается в западной части США, Северной Сибири, Центральной Индии и Восточной Австралии. Кроме того, вероятность катастрофических лесных пожаров на планете может возрасти более чем на 50% к концу 21 века. При этом значительное увеличение произойдет и в районах, которые когда-то считались безопасными, например, в Арктике. Новое исследование Мирового океана обнаружило связь между повышением уровня воды и промышленной революцией. Согласно данным, за последние 2000 лет заметные отклонения от общих значений стали наблюдаться к 1863 году. Примерно в это же время исследователи стали фиксировать первые признаки потепления океана и таяние ледников в результате деятельности человека. Ученые отметили, что с начала нашей эры и до 1700 года уровень Мирового океана колебался между снижением на 0,3 мм и повышением на 0,2 мм. А с 1940 по 2000 год уровень Мирового океана стал увеличиваться на почти 1,5 мм в год. Морские дамбы, пристани и пирсы часто оказывают негативное воздействие на морское биоразнообразие. Группа ученых из Сиднея придумала способ вернуть моллюсков, водоросли и рыбу в городские прибрежные воды, заполненные множеством искусственных конструкций. Для этого на существующие конструкции накладываются специально разработанные панели, имитирующие естественную среду обитания. В районах, где были установлены новые панели, количество морских обитателей за два года увеличилось почти на 40%. Древнейший в мире ритуальный комплекс обнаружен археологами в Виорданской пустыне. Светилище каменного века, которому около 9 тысяч лет, использовалось охотниками на газелей и включает в себя разные каменные фигуры, алтарь и миниатюрную модель охотничьей ловушки для дичи. Сакральный символизм места, по данным археологов, заключался в призыве сверхъестественных сил для успешной охоты. Группа исследователей также обнаружила кемпинги с жилищами округлой формы и большое количество костей газелей. Беспилотные транспортные средства когда-нибудь сделают наши поездки по городу более безопасными и дешевыми. Чтобы проверить, как идут дела в этом направлении, сейчас эксперты в колорадском городе Голден по просьбе «Голоса Америки» решили прокатиться в самоуправляемом автобусе. Удивила ли эта поездка скептиков и какую оценку получила перспективная технология в нашем следующем сюжете? Эти три небольшие автобуса, которые проходят тесты в штате Колорадо, называются «Голден Роверс». У них нет руля управления. Они ездят по заранее, за программированным маршрутом, проходящим по университетским кампусам и городским улицам. В каждый такой автобус помещается шесть человек. Но сегодня трое пассажиров выступят в роли придирчивых экспертов. Один из них — Эми Форд, которая помогала властям штата создавать требования для самоуправляемых транспортных средств. Она говорит, что некоторые беспилотные технологии, с которыми она имела дело, уже используются в автомобилях. Например, адаптивный круиз-контроль и технология удерживания на заданной полосе. Тайлер Свита курировал этот проект беспилотного шаттла. Я думаю, что уже в этом десятилетии мы увидим, как по-настоящему работает система беспилотных транспортных средств. Ученый Уэс Маршалл, специализирующийся по транспорту, в этом вопросе более скептичен. Пять лет назад все говорили, что мы через пять лет будем полностью автономными. Как видим, этого не случилось. Я бы лучше поставил в приоритет пешеходные зоны и велосипедные дорожки. Эксперты садятся на свои места, шаттл начинает движение. В беспилотном режиме. Почти. В автобусе также находится один из студентов местного университета. Меня зовут Эд. Я управляю этим автобусом. Шаттл сам решает, когда ему останавливаться и куда ехать. Оператор Эд лишь говорит ему, когда можно начинать движение. Это знак «стоп». Он остановился на нем и все еще ждет. Так что я должен нажать кнопку, и автобус поедет. По словам Уэса Маршалла, скорость 20 км в час других водителей немного раздражает. Вы сами можете видеть машины позади нас, которые явно немного разочарованы нашей скоростью. Вдруг автобус резко остановился. Ровер сам принял это решение. Все произошло так быстро, что пассажиры едва устояли на ногах. Не удивился лишь оператор Эд. Это была экстренная остановка. Автобус сделал экстренную остановку, чтобы пропустить водителя, который делал опасные маневры. По мнению эксперта Эми Форд, это было правильное решение. Шаттл увидел машину, которая на развязке как бы сошла с траекторией своей полосы. Чтобы автобус вновь тронулся, оператор Эд опять нажимает свою кнопку. Все эксперты уверены, что этому автобусу еще рано ездить самостоятельно. Но даже скептик Уэс Маршалл хочет, чтобы такие проекты, как Ровер, продолжали совершенствоваться. Если он останется на этой стадии, то пользу людям это не принесет. Таково положение дел сегодня, но мы увидим дальнейший рост. Этому полуавтономному шаттлу остается продолжать собирать данные, чтобы стать лучше и прийти, наконец, к действительно беспилотному вождению. Шелли Шлендер, Андрей Деркач, Юрий Закрепский. Специально для программы деталей. Несколькими десятками сенсоров человеческий мозг не изучишь, ключи к нему не подберешь. Чтобы узнать как можно больше тайн самого важного органа, нужен целый арсенал датчиков или электродов. Ученые Сан-Диего решили пока ограничиться несколькими тысячами, что, безусловно, уже достаточно, чтобы стать самым главным инструментом новых удивительных открытий в этой сфере. Каковы еще перспективы разработки, знает Алексей Горбачев. Человеческий мозг является одним из наиболее загадочных и сложно поддающихся изучению органов нашего организма. Группа ученых и нейрохирургов США объявила о прорыве в технологии, заключающейся в чтении электрических сигналов, вырабатываемых нейронами. Чтобы увидеть комплексную картину того, как функционирует мозг, мы распределили электроды по всей поверхности мозга. Усовершенствованный метод называется электрокортикограмма нового поколения. К примеру, сейчас при исследованиях мозга с помощью электрокортикограммы используются от 16 до 64 сенсоров. В то время как разработанные учеными датчики, вживляемые в серое вещество головного мозга, представляют собой сетку из 1024 или 2048 наносенсоров из платины. Электрокортикограмма измеряет электрическую активность головного мозга. Мозг состоит из нейронов, а нейроны взаимодействуют друг с другом с помощью электрической активности. Исследователи говорят, что новейшие сети наносенсоров позволят врачам получать информацию о сигналах головного мозга с разрешением в 100 раз выше по сравнению с доступными сегодня технологиями. Первые эксперименты, проведенные как на мышах, так и на людях, впечатлили нейрохирургов. Мы смогли в гораздо более высоком разрешении рассмотреть отделы мозга, которые мы видели раньше. Мы увидели области активности малых органов в организме. Другими словами, если раньше мы могли отследить движение руки, то с использованием этой технологии мы можем идентифицировать движение каждого пальца по отдельности. Человеческий мозг находится в постоянном движении, ощущаемом с каждым ударом сердца и пульсирующей в нем кровью. Для того, чтобы подстроиться под эту особенность, сенсорные сетки вживляемых наноэлектродов сделали более гидкими и тонкими, чем их клинически одобренные аналоги. Уникальная особенность сетки, которую мы разработали, в том, что она очень тонкая и подстраивается под мозг и его движение. Подобное исследование мозга играет важную роль при планировании операций по удалению опухолей, хирургическом лечении эпилепсии и позволяет нейрохирургам получить детализированную карту границ областей человеческого мозга. Мы смогли продемонстрировать то, что называется картированием мозга. Это позволило составить карту функциональной системы мозга, разделив функции по отделам. В целом мы знали, где они находятся, но не располагали точной схемой с очерченными границами. В будущем разработанная технология может использоваться для имплантации наносенсоров в мозг людей, живущих с параличом или другими нейродегенеративными заболеваниями, вроде тремора или болезни Паркинсона, которые можно лечить с помощью электрической стимуляции. Эта технология может быть использована для диагностики болезней и их лечения, для исследований на людях и животных, а также для реабилитации и восстановления посленеврологических расстройств. Ученые также разрабатывают технологию по беспроводному анализу данных мозговой активности, получаемых с наносенсоров. Переходя на беспроводную технологию, мы устраняем риски инфицирования и делаем процедуру мониторинга более комфортной для пациента. В долгосрочной перспективе пациент, которого мы наблюдаем, сможет вернуться домой, что приведет к снижению общих затрат на эту процедуру. Сейчас группа ученых из Калифорнии, Массачусетси и Орегона предпринимает шаги, чтобы получить одобрение Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на широкое использование новой технологии. Врачи рассчитывают охватить большее количество медицинских центров, чтобы продемонстрировать результаты применения новинки на большем числе пациентов. Алексей Горбачев, Сергей Дагатарь, специально для программы «Детали». Из урока физики мы знаем три состояния воды – твердая, жидкая, газообразная. И, казалось бы, что тут еще изучать? Но, как выясняется, уже только с этим ученые могут работать и совершать крайне любопытные открытия. Именно это произошло в Технологическом институте штата Вирджиния. В основе любопытного открытия лежит принцип, который впервые был описан еще в 18 веке. В то время жил доктор и теолог по имени Лейден Фрост. Он первым описал эффект, суть которого в том, что если поверхность достаточно сильно нагрета, то вода перестает на ней кипеть, и вместо этого она начинает скользить по поверхности на паровой подушке. Это явление наблюдается, если, например, поверхность нагреть до температуры минимум в 150 градусов по Цельсию. Подобный эффект часто не играет на руку человеку. Кипящая вода хорошо забирает тепло с поверхности, но как только она прекращает кипеть и начинает левитировать, то эта ее способность резко снижается. Есть много сфер, где нам нужно что-то охлаждать, и в случае с жидкой водой это может в определенный момент стать проблематично. В Технологическом институте Вирджиния решили задаться вопросом, а что будет, если попробовать добиться того же эффекта с водой в твердом состоянии, то есть со льдом? Мы аккуратно помещали лед на очень горячую поверхность и повышали температуру до точки лейдинфроста. Левитация при этом не наблюдалась. Мы продолжали нагревание и заметили, что на отметке 550 градусов по Цельсию, а это уже очень высокая температура, лед начинал левитировать. Над нагретой поверхностью при этом образуется трехслойная водная структура, газообразная, которая и создает эффект левитации жидкая и твердая. Именно жидкое состояние является наиболее интересным. На верхней границе этого слоя температура около 0 градусов, а на нижней границе 100 градусов, что соответствует температуре газообразования и образования паровой подушки внизу. Каждый раз, когда мы наблюдаем такую разность в температурах, требуется очень большое количество тепловой энергии, чтобы поддержать целостность слоя. Такой эффект, безусловно, многие наблюдали и в повседневной жизни, но с научной точки зрения он был осмыслен впервые. Более того, осмыслен с целью найти ему конкретное практическое применение. Например, в пожаротушении температура пламени при лесном пожаре составляет примерно 700 градусов по Цельсию. Учитывая это, намного более эффективно использовать лед при тушении, чем воду, потому что вода при такой температуре будет просто левитировать, а не кипеть, и не будет нивелировать необходимое количество тепла. Исследователи предлагают использовать на пожарах шланги для метания льда. Также описанный принцип может пригодиться при охлаждении в атомных реакторах и на металлургическом производстве. Когда металл достает из печи, он очень горячий, и чем быстрее его остудишь, тем он будет прочнее. Мы считаем, что намного более эффективным было бы охлаждение металла с помощью льда. Описанный нами эффект можно было бы использовать и при охлаждении дата-центров. Исследователи продолжают эксперимент, и теперь они пробуют различные комбинации, изменяя количество льда и периодичность ее подачи на поверхность. Они говорят, что скоро готовы будут подробно описать новые интересные наблюдения. Андрей Деркач, Юрий Закревский. Специально для программы «Детали». В последнее время слово «метавселенная» все настойчивее проникает в наш лексикон. Это не просто понятие, но и целая технология, которая, вполне вероятно, уже скоро изменит наш мир. От этого оно может кого-то настораживать, кого-то пугать, а кого-то, кто в курсе дела, воодушевлять. Попытались воодушевиться и мы, спросив о понятии «метавселенная» у знающего человека. «Метавселенная» — это идея взаимодействия большого количества виртуальных миров, по которым можно довольно легко перемещаться. Так же, как мы сегодня можем переходить с одного сайта на другой, совершать покупки онлайн, встречаться с коллегами во всемирной паутине. Все это можно будет делать и в «метавселенной». Просто вы будете носить гарнитуру виртуальной или дополненной реальности и ощущать, что вы действительно там находитесь. Виртуальные миры уже существуют. «Метавселенная» позволит перемещаться между ними, переносить объекты из одного мира в другой и доказывать свое право на них с помощью технологий блокчейн. У нас будут финансовые ресурсы там. В криптовалютах, например, таких как биткоин или эфириум. Ни одна из компаний не сможет владеть всей метавселенной, как ни одна компания не владеет интернетом. Что-то будет принадлежать компании «Мета», но она построит только часть. Это же сделают и многие другие компании. По сути, это будут веб-сайты. Только виртуальные веб-сайты, на которые вы сможете зайти и провести время со своими коллегами, друзьями, семьей, отправиться за покупками, так же, как вы делаете это в интернете. Количество рабочих мест, которые будут созданы метавселенной, огромно. Трудно даже представить экономическую активность вокруг метавселенной в ближайшие 20 лет. Если говорить о предыдущих виртуальных мирах, таких как Second Life, то они уже примерно обозначили те виды деятельности, которыми люди могли бы заниматься в метавселенной. Тогда просто не было соответствующей инфраструктуры. Скорость интернета была слишком низкой, видеокарты были медленными, пользовательские интерфейсы были слишком сложны для использования. А теперь мы находимся в мире 5G, где люди обладают потрясающей видеокартой даже на своем телефоне. Гарнитуры VR стоят всего 300 долларов. Так что весь мир намного лучше готов к метавселенной, чем во времена Second Life 20 лет назад. Безопасность чрезвычайно важна для этих технологий, как и для социальных сетей. Нужно внимательно следить за настройками конфиденциальности и за теми данными, которыми вы делитесь. Многие люди интересуются метавселенной. Есть и те, кто относится к ней настороженно. И если вы хотите узнать больше, я настоятельно рекомендую вам самим ее протестировать. Отдолжите VR-гарнитуру, купите ее или пойдите в свою библиотеку, где могут быть такие устройства. Вы попадете в виртуальный мир и пообщаетесь с людьми. Это то, для чего и нужна метавселенная. Это не просто игры. Речь идет о том, чтобы быть вместе с другими людьми. Это были детали. Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего. Уже через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин